В начале выпуска «Город за 7 дней» Обзор самых значимых событий прошедшей недели На этой неделе продолжился двухмесячник по уборке города Как было доложено мэру Архангельска Виктору Павленко на общегородской планерке Во всех округах поморской столицы борьба с мусором идет по графику Инвентарь, грабли, перчатки и мусорные мешки в необходимом количестве Однако градоначальник дал поручение главам округов ускорить темпы работ Мешки, которые мы собрали, конечно, их надо вывозить оперативно Бомбят их, чтобы снова повторную работу не делать Поэтому просьба заниматься благоустройством Накануне 20 многодетных семей столицы Поморья получили премию признательность Учрежденную мэрией Архангельска в 2005 году За 9 лет награду получили более 148 многодетных семей Всего их в Архангельске более полутора тысяч На протяжении года, вы знаете, что проходит очень много мероприятий, связанных с семьей Есть и совет отцов, который постоянно действует в мэрии города, который возглавляет мэр города Мы такие мероприятия проводим ежегодно, потому что, конечно же, это сплачивает всех нас И в очередной раз мы подчеркиваем о значимости семьи в нашем городе и в стране в целом Потому что многодетная семья всегда почетна, всегда уважаема И, конечно же, это всегда равнение наших молодых семей на эти семьи В минувший вторник ход реконструкции здания детского сада Наполина Осипенко 7, корпус 2 Проверили заместители мэра Архангельска Ирина Орлова и Святослав Чиненов Сегодня выполняются работы по устройству кровли и фасадов, утеплению чердаков В планах подрядчика установка современной вентиляции и сантехники, теплых полов Ремонт стоимостью более 60 миллионов рублей выполняется в рамках созданной в Архангельске дорожной карты И по этой дорожной карте мы проводим реконструкцию детского сада, здания детского сада Наполина Осипенко В скором будущем в этот детский сад мы сможем зачислить 220 детей Таким образом, очередь детских садов на 220 мест будет уменьшена Что, конечно же, будет способствовать выполнению дорожной карты и тех планов, которые определил муниципалитет В планах муниципалитета строительство нового детсада в Соломбале 15 мая в Архангельске завершил работу 4-й кадетский форум Торжественная линейка памяти прошла на площади мира у Вечного огня У обелиска Победы собрались ребята из 74 кадетских классов Архангельска В рамках форума прошло награждение лучших караульных смен и лучших разводящих Которые несли вахту памяти у Монумента Победы А также победители конкурса «Виват Кадет» Разрешите передать вам горячий привет от мэра города Виктора Николаевича Павленко С наилучшими пожеланиями успехов в учебе и успехов во всех начинаниях Связанным с процветанием нашего родного города и во славу Великой России Разрешите также мне, выпускнику Ленинградского Суворовского военного училища Передать вам привет от старшего поколения кадетов И хочется сказать, ребята, что мы испытываем чувство гордости за вас И верим, глядя на вас, что у России есть великое будущее 75% жилфонда столицы Поморья правительства Архангельской области планируют отремонтировать Но после 2038 года Однако в городе три четверти домов деревянные И с минуты на минуту могут стать аварийными Несомненно, в долгожданной областной программе капремонта многоквартирных домов много вопросов Наша съемочная группа попыталась выяснить, чем грозит несовершенство документа В утвержденной правительством области программе капремонта 3889 жилых домов, расположенных в Архангельске Среди них и этот Проспект Ломоносова, 172, корпус 3 Деревянный двухэтажный дом постройки еще 1917 года За всю свою почти вековую историю капитального ремонта это здание не видела ни разу Каково же было удивление жителей, когда правительство области решило Капитальный ремонт этого дома будет произведен только в 40-х годах Жители бы и рады ждать, да боятся, что не дождутся Обветшала кровля, да и свайные основания дают о себе знать Неизвестно уже, в каком состоянии она будет через пару лет И будет ли вообще-то программа исполнена в полной мере Но я думаю, что все это не стоит затягивать, а решать проблемы сейчас Или подождать, внося обязательные платежи областному оператору капремонта В противном случае придется дополнительно собирать средства и производить ремонт за свой счет Не стоит забывать и о том, что ежегодно в Архангельске сотни домов становятся аварийными Сгорают или признаются не подлежащими капремонту Областная программа этот факт не учитывает Программа состоит из пяти этапов, каждый этап это пятилетний этап И вот мы увидели, что в первый пятилетний этап входит порядка 600 домов Хотя мы рассчитывали, что данное количество домов будет значительно больше В то же время на последний этап, это 2038-2042 год Отнесено порядка трех тысяч домов Или 75% всего жилищного фонда, который предусматривается в рамках вот этой программы То есть они должны быть отремонтированы только в самом-самом конце И из этих 75% лишь десятая часть сможет дождаться ремонта Судьбу остальных домов областная программа негласно предрешила, как и судьбу средств, которые горожане теперь обязаны направлять на капитальный ремонт Нет гарантии, что оплаченные вами 6 рублей 10 копеек за квадратный метр будут потрачены на ремонт именно вашего дома Не распылять деньги архангелогородцев на нужды других населенных пунктов региона Помог бы специальный фонд капитального ремонта для поморской столицы С предложениями создать такой неоднократно выступал мэр Архангельска Виктор Павленко Но областное правительство эту идею не приняло В итоге многие собственники жилья в многоквартирных домах не желают участвовать в программе По которой их жилье будет отремонтировано через 30 лет А сами жители будут устранены от принятия решений о проведении ремонтов Кроме того, несколько десятков домов в программе просто нет Собственники уклонились от предоставления документов для включения в нее При этом взнос правительство области установило единый для всех Не принимая во внимание, что, например, для ремонта деревянных домов Расчетная плата за капремонт должна составлять 29 рублей с квадратного метра А для того, чтобы отремонтировать дома в районах области, средств потребуется еще больше Минимальный взнос по многоквартирным домам, это, как правило, 9-этажные дома Составляет 9 рублей 47 копеек А по деревянным домам, как правило, неблагоустроенный жилой фонд 32 рубля с квадратного метра Ощущаете разницу? 6-10 с квадратного метра и минимум 9-47 То есть эта разница должна быть где-то предусмотрена Поскольку регулятором является субъект Соответственно, эти финансовые средства должны быть предусмотрены в бюджете Архангельской области Этих денег нет И где их взять, правительство области ответа тоже дать не может В целом, ежегодный дефицит средств на реализацию региональной программы составит почти 4 миллиарда рублей По Архангельску, где сосредоточена примерно треть жилфонда, это более миллиарда рублей Понятно, что муниципалитету только за счет собственных средств этот дефицит не покрыть Соответственно, без дополнительного источника финансирования Например, привлечение федеральных средств Реальность выполнения региональной программы капремонта вызывает большие сомнения Дома на Доковской улице Их возведение, превратившееся в долгострой Вызвало большой резонанс На волне которого областное правительство заявило Архангельск не ложился в отведенные сроки работ И потерял миллионы На продолжение строительства жилья Насколько справедливо такое заявление Выяснял Артемий Заварзин Строительство четырех многоквартирных домов На Доковской началось в 2011 году Стоимость работ более 160 миллионов рублей 146 из них выделил фонд реформирования ЖКХ В программе которого участвует Архангельск Конкурс на выполнение работ выиграла компания Имперонова Заказчиком стал Поморсервис А мэрия выступила в руле инвестора Но строительство изначально пошло не по плану Ни заказчик, ни подрядчик со своими обязанностями не справлялись А мэрия, как инвестор объекта Под действовавшему закону Рычагами воздействия на них не располагала Но ввиду того, что в рамках законодательства победу в конкурсных процедурах по строительному подряду и контролю за объектами строительства Осуществляет тот, кто предложит наименьшую цену Мы имеем на сегодняшний день пагубные последствия на Доковской То есть цена, предложенная подрядчиком и заказчиком, снижена В результате подрядчик экономит на качестве, затягивает сроки И к окончанию первого этапа реализации программы 2012 году дома построены не были Казалось бы, не выполнены условия программы Деньги город должен вернуть фонду Но строительство на Доковской попадает под изменения в законодательстве И становится исключением из этого правила Поскольку дома не построены из-за того, что К моменту выполнения указанных требований Такое невыполнение связано с выполнением мероприятий По переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда В рамках региональных или муниципальных программ Не предусматриваемых финансирования за счет средств фонда Иными словами, если параллельно со строительством при участии фонда ЖКХ Город возводил социальное жилье своими бюджетными силами То срыв сроков сдачи программных домов нарушением не считается А как раз в это время была введена в эксплуатацию Первая очередь домов на улице 40 лет Победы Куда были заселены жильцы из ветхого жилфонда В августе 2012 года мэрия в адрес областного министерства ТЭК и ЖКХ Направила отчет об исполнении программы за 2010 год Где объекты на Доковской были замещены домами на улице 40 лет Победы Следовательно, замещение было выполнено на законных основаниях Да и по результатам министерской проверки нарушений выявлено не было Но По прошествии времени область исключает город Архангельск Из программы переселения ветхого и аварийного жилья Мы считаем, что этого можно было бы и избежать Если бы областные власти, областные чиновники Своевременно внесли изменения в свою же региональную программу Тем более федеральное законодательство этого не запрещает Нежелание правительства области вникать в суть изменений в законе о фонде ЖКХ И должным образом реагировать на обращение муниципалитета И лично мэра Архангельска Виктора Павленко Привело к тому, что огромную сумму в 149 миллионов рублей Город был вынужден вернуть фонду И эти деньги город выделил из собственного бюджета При том, что в инфраструктуру домов на Доковской Которые построены на 75% Уже были вложены немалые средства Мэрия города настраивалась на завершение строительства Но поддержку области не получила В итоге ответственность за дома, которые строились при участии региона Полностью легла на плечи муниципалитета Сегодня мэрия Архангельска готовит исковое заявление в суд Чтобы обязать подрядчика и заказчика завершить строительство домов А Доковская продолжает ждать Когда дело сдвинется с мертвой точки Вы смотрите итоговую информационную программу «Городские подробности» В студии Денис Куклин Продолжаем выпуск В областном центре побывала комиссия фонда содействия реформированию ЖКХ Она проверяла ход строительства социального жилья в Архангельске Сегодня в Архангельске возводятся сразу два микрорайона для расселения людей из ветхого и аварийного жилья Один из них в Цегламенском округе Где в новых квартирах нуждаются жители 800 домов Как убедились специалисты фонда реформирования ЖКХ В федеральной программе которого участвует Архангельск Подготовительные работы на объекте завершены Проведены динамические испытания Проект направлен на госэкспертизу Продолжают муниципалитеты освоение земельного участка на улице Конзихинской, что в Северном округе В прошлом году здесь были построены три жилых дома Новые квартиры получили жители шести аварийных деревяшек Сегодня фундамент для строительства второй очереди домов практически готов По завершению работ начнется сборка конструкций трех секций домов Сдать которые подрядчик планирует этим летом Но строительство микрорайона на улице Конзихинской шестью домами не ограничится Мэрия Архангельска вышла на постоянное и конструктивное взаимодействие с фондом реформирования ЖКХ Например, на возведение 13 домов в Цыгламине из федерального бюджета Город получил 431 миллион рублей Безусловно, проблем в решении жилищного вопроса у муниципалитета хватает Задают вопрос, почему город строит не выше трех этажей То есть малоэтажное строительство Мы понимаем, что у нас проблемы с опреборем, с соблюдением условий по энергосбережению По теплу, по электроэнергии мы эти условия требования выполнили То есть мы порог 70% перешли А по водоснабжению у нас только, ну не знаю, там около 20% А в выделении городу субсидий на установку общедомовых счетчиков Региональное правительство отказало Не утешает такая ситуация и фонд реформирования ЖКХ Все больше и больше перекладывания ответственности на муниципалитеты, на управляющие компании, на собственников жилья Поэтому обратного хода, наверное, на уровне государства не будет Несмотря на все сложности, мэрия города выделила 270 миллионов рублей на инженерные сети Чтобы уже в этом году построить дома в Северном и Цегламенском округах Всего в городе Архангельске нужно расселить около 150 тысяч квадратных метров жилья Из них больше половины до 2017 года За несколько лет, благодаря сотрудничеству муниципалитета с фондом реформирования ЖКХ Жилищные условия улучшили более тысячи семей И сотрудничество это будет продолжено Обеспечение дорожной деятельности, капитального ремонта, дворовых территорий и проездов к ним Вот лишь некоторые цели, для которых в регионах созданы так называемые дорожные фонды Есть такой и в нашей области Причем формируется он большей частью за счет средств Архангельска Вот только взамен дороги города получают далеко не все 580 километров – такова общая протяженность дорог в Архангельске Эта солидная цифра требует финансовых вливаний, не менее солидных В первую очередь на текущие и капитальные ремонты И необходимая сумма известна – 6 миллиардов рублей Но... Для того, чтобы содержать дороги областного центра Необходима программа «Город Архангельск – областной центр» В этой программе у нас предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту дорог областного центра К сожалению, эта программа в прошлом году была не профинансирована по решению областного правительства И поэтому дороги пришли в такое состояние, которое оно сегодня у нас есть А программа областному центру, несомненно, необходима С предложением восстановить ее работу к губернатору обратились мэр Виктор Павленко и депутаты городской думы Ни положительного, ни отрицательного ответа пока нет Градоначальник и народные избранники едины и в другом вопросе Порядок распределения средств регионального дорожного фонда необходимо срочно пересмотреть В Архангельске живет треть населения региона и сосредоточено более 100 единиц автотранспорта А это колоссальная нагрузка на дороги города Поэтому из дорожного фонда в 4,5 миллиарда рублей Архангельск должен получать не 70 миллионов, а гораздо больше Это, конечно, капля в море Это точный минимальный ремонт Для сравнения, в 2008 году на город было потрачено на ремонт дорог из всех источников города, области и федерации почти полтора миллиарда рублей Полтора миллиарда рублей – это как раз та сумма, которую Архангельск вносит в дорожный фонд Видимо, на ремонт дорог в других населенных пунктах Так как в областном центре из этих денег остается лишь десятая часть Вывод один – методика расчета объемов регионального дорожного фонда Сегодня не учитывает ни количество проживающих на территории города, ни двойную нагрузку на дороги Архангельска Где сосредоточены все офисы областных и федеральных структур Кроме того, немалый ущерб городским дорогам наносит большегрузный транспорт Маршрут которого также проходит через Архангельск Город Архангельск отдает в общий бюджет И мы не раз, учитывая то, что из 20 миллиардов мы получаем 7,3 Мы обращаемся с просьбой о каких-то дополнительных программах Которые бы носят общий характер Такой программой является программа города Архангельска как административного центра Мы доказали, что город Архангельск может претендовать на какую-то специальную программу И таковой программой была определена два года назад Я считаю это справедливо Мы говорим о том, что город Архангельск помогает региону Это правда, это отмечается и губернатором Архангельской области Мы, конечно, не претендуем на все средства, безусловно Понимая, что нужно помочь всей области Но хотели бы, чтобы это был какой-то диалог Несмотря на отсутствие конструктивного диалога Ремонт дорог областного центра муниципалитет продолжает своими силами Для решения проблемы город выделил более 100 миллионов рублей Четкое распределение средств дорожного фонда могло бы десятикратно увеличить эту сумму А значит реанимировать изъеденные ямами и трещинами дороги областного центра Мы представили вам итоговый выпуск информационной программы «Городские подробности» Смотрите нас и в интернете на портале правдосевера.ру Хорошего вам воскресного дня и увидимся через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова